Всем привет! Наконец-то новый день, новый влог. Сейчас я уже наконец-таки отдыхаю и смогу снять спокойно влог без вот этого вот а вдруг что-то не успею, трясучки рук постоянной. Сегодня целый день я прибиралась на кухне, прибиралась дома. Единственное, где я не прибралась, это в своей комнате. Поэтому сейчас, я надеюсь, я немножечко что-то подсниму, буду прибираться в своей комнате. Плюс ко мне придет девушка на маникюр, и потом я пойду гулять с собаками. Я немножечко вся потрепанная, так что я еще параллельно схожу немножко в душ. Вот. Сегодня проснулась, и у нас дома так душно, что у меня все лицо просто, оно как будто бы вообще без воды, без всего, без какого-то увлажнения. Намазала супер жирный крем, и вот он целый день держится, и целый день прям все идеально. Но у нас правда дома либо очень душно, либо очень холодно, так что выбираем духоту. Так намного как будто бы лучше. А еще из интересного, я отправляла в ремонт свой пылесос для маникюра. И что вы думаете? Так как у нас все дороги постоянно перекрыты, у нас огромные снегопады, и не очень все с погодой, да, у нас постоянно какие-то ветра, снег летит только так. У нас перекрыли дороги для крупногабаритного транспорта, типа там фур и все такое. И я так понимаю, мой пылесос идет одной из этих фур, потому что уже прошло пять дней, как он в дороге с Москвы, и он все еще не пришел. Я так расстроилась, думала, что с пылесосом буду делать маникюр и не дышать этой пылью, но не судьба. Плюс я еще хотела себе переделать ногти, они уже там достаточно отверсли. Хочу покороче во-первых сделать, потому что ну как-то уже прям... Очень, конечно, удобно, но уже как-то неприятно. Вот. Хочется опять из длинной в коротку, из короткой в длинную, короче, как это биполярка. Вот. Поэтому обидно, что не пришел пылесос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, ребята! Сегодня я решила снять блог а-ля переделку маникюра, потому что мой уже отрос, на самом деле, у меня немножко подбесил, потому что он начал зацепляться. Я не поняла, какого хрена он скололся, но окей. Плюс я заказала еще некоторые покупки, и хочу тоже их показать. Итак, я готова вам показывать свои покупки. Как вы помните, у меня есть вот такая пилка, на которую надеваются сменные файлы. И в этот раз я решила воспользоваться вот такими сменными файлами. Они стоили 250 рублей, потому что сменные файлы, которые я покупала до этого, они такие полукругленькие, четко под эту пилку, они стоят около 500 рублей. Но я уже открыла, и я поняла, что я немножечко прогадала с тем, что я заказала. Я заказала на вспененной основе. Я не знаю, почему я не прочитала, хотя там и не было написано, скажем так. Так, но, слушайте, как будто бы тоже неплохо. Хочется сейчас все потихонечку разрезать, потому что обычно я надеваю только половину. Мне этого хватает на маникюр. И я думаю, что как раз сейчас мы этим займемся. Давайте попробуем наклеить и посмотрим, насколько они хорошо пилят. Хотя, наверное, проверю я их в работе уже, когда буду переделать себе маникюр. Но давайте попробуем хотя бы просто их приклеить и посмотреть, насколько это будет удобно. Очень-очень липкая основа. Это очень даже хорошо. Ну да, я думаю, что мне, в принципе, будет очень даже удобно, несмотря на то, что у нас с пениной основой будет более мягкая подложка. Но ничего страшного, я думаю, это не проблема. Отлично. Также хочу вам показать базу, которую я купила, и топ. Самое интересное, что до этого я пользовалась и базой, и топом от вот этой вот фирмы, откуда у меня здесь образовались волосы. Получается, вот такую вот базу и топ я купила. И когда я работала в салоне, они были очень даже крутые. Но почему-то я сейчас начала ими работать дома, и у всех моих клиентов отпадывают ногти. Буквально через один-два дня. Я думаю, либо это какая-то кривая косая поставка, и, возможно, как-то сделали именно эту поставку достаточно плохо. Ну, потому что на самом деле в салоне держались они идеально. Либо это просто такая фирма, и не подходят никому из моих клиентов. Очень-очень странно. Я искала базу Кодин. До этого я покупала её вот в такой вот баночке. Но мне сказали, что у них изменилась упаковка, и вроде как я взяла то, что надо. Просто Рабер, база, гель. Всё, без укрепления, потому что была ещё какая-то стронг-база. Вот. Но вроде как взяла то же самое. Это у меня уже давно закончилось, и поставок больше не было, к сожалению. Так что сейчас будем пользоваться новенькой. Очень даже хорошая. Мне всё нравится. Этой базой я буду пользоваться конкретно на клиентах, потому что у меня на неё сильная аллергия. Плюс мне сказали, что... Ненавижу вот эти штучки. Давайте их уберём. Мне сказали, что вот эта вот база достаточно хорошая. Просто они отказываются в магазине от этой фирмы. Стоила она вот на этой упаковочке 500 рублей. Мне её продали за 250. Единственный нюансик, что она была уже открыта, но я подумала, что на пробу. Почему бы нет? База достаточно жидкая. Достаточно такая... Жизненькая-жизненькая. Но надеюсь, что на носку это не повлияет. По-моему, она каучуковая. И всё у неё, как у всех стандартных баз. Да, ничего не написано, но я надеюсь, что она каучуковая. Потому что я себе делаю вот такую базу. Ну, собственно, вы видели в моих видео. У меня она носится достаточно хорошо. Ничего не отцепляется. Аллергии на неё нет. Но у меня ещё есть вот такая база. Я её покупала в момент, когда у меня обострилась аллергия на гель-лак. И я поняла, что, может быть, мне эта база чем-то поможет. Но на самом деле носится она отвратительно. Аллергия у меня на неё всё равно была. Даже больше, чем на вот эту вот эластик-базу. И я её просто не использовала. Самое интересное, что до этого у меня были вот такие топы. И они были прекрасные. Они офигенно носились. И, ну, у меня ещё базу её покупала. Но база мне не особо понравилась. Вот такие вот топы от этой фирмы. Они были прекрасные. Они очень хорошо блестели, очень хорошо носились. Но были достаточно густоваты. Если я сейчас открою, то я вам могу показать. Ну, когда... Нет, здесь уже почти ничего нет. Когда наносишь, они достаточно густые. Вот даже капля никуда не стекает. Я люблю использовать средние густоты. И либо очень-очень жидкие. Мне нравится так намного больше. С какого-то древнего века у меня остались ещё вот такие вот базы. Вельвет топ я покупала недавно. И он на самом деле неплох. А вот эта база, она у меня стоит для типс. Она уже очень давно стоит. У неё даже уже какие-то пылинки попали. Для типс, для дизайнов просто порисовать. Вот можно использовать её. Именно не на клиентах. На клиентах я её не использую. Она у меня такая, техническая. На себе я её тоже не использую. Также я покупала вот такую базу. И вот у меня ещё один топ стоит. Они крутые, вот эти топы. Я их просто обожаю. Вот эта вот база, я её использовала как укрепление. Тут ещё прилично так осталось. Но мне она не особо понравилась. Не сильно она даёт жёсткости. Не сильно что-то меняется. Проще использовать вот такой вот жёсткий топ. Кстати, вот он крутой. Он мне пока что очень даже нравится. И использовать укрепление в гелях. Намного лучше подходит. Либо в полигелях. Так что вот такая коллекция. У меня база случайно взяла вам и всё показала. Итак, я почему-то в этот раз решила снимать не как обычно. То есть вы не будете видеть, что я делаю. Просто буду показывать вам процесс. Всё. Не хочется ставить камеру. Не хочется ставить штатив. Хочу быстренько переделать ногти. И уже пойти куда-нибудь. Может погулять. Может в кафешку. Хорошая погода. Вон какое солнечко светит. А я сижу и делаю ногти. Но я уже на самом деле не могу. Вот так вот. Мне кажется, что мне будет намного лучше, чем... Сейчас просто. Чем вот так. Тем более они уже все скалываются. Мне не нравится. Хочу просто какие-нибудь, может быть, бежевые. Поэтому я решила, что раз никаких дизайнов супер не будет. Поэтому нет смысла снимать полноценное видео. Я забыла начать снимать. Поэтому я уже начала красить. Продолжаем. Кстати, пока я сижу сушу, я все думаю сделать мне ногти таким цветом, которым делаю сейчас. То есть нюдовым под цвет ногтей и оставить их так. Либо очень хочется делать темно-синий-зеленый цвет. Очень красиво смотрится. Как небо, знаете. Прям очень классно. Я вот сижу и думаю. Не знаю. Так. 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 Я вчера забыла вам рассказать, что же я сделала все-таки. Я решила сделать вот такие ноготочки. Мне на самом деле понравилась и форма, и все, все прям как я хотела. Они не сильно длинные, но при этом выглядят очень так сдержанно, красиво. Вот, так что все, что я хотела, я сделала. Я довольна, не решила не делать темный цвет. Хочу походить с нюном, потому что до этого у меня были, конечно, они были светлые, но они были достаточно такие выразительные, сильно выделялись. Я решила, что не надо, не надо. Вот, сегодня уже воскресенье, сегодня я уже сходила на улицу, сбросила снег с крыш, ну, помогла сбросить снег с крыш, короче, дел полно. Хочу, наконец-то, начать тренироваться, начать бегать. Я скачала кучу приложений, и я прям обожаю приложения, которые скачиваешь, а потом у тебя подписка, и кроме подписки там нет ничего. Я такая, класс, спасибо, подписка там типа три с половиной тысячи минимум. И я думаю, блин, скачаю другое, потому что не уверена, что я буду бегать, мне, ну, я начинаю задыхаться сильно, когда бегаю, поэтому я попробую. Хочется просто немножко подвигаться, плюс, не зря, что у меня дорожка постоянно стоит. Вот, сори за бардак, я ничего не успела с утра, кроме как встать и выйти на улицу. Вот, что ещё, что ещё, нужно сделать уроки. Мы делали карты, почётные планы, вот, и мне из четырёх карт я сделала две, и ещё две мне нужно сделать, потому что в понедельник мы будем их проверять, ну, проверять правильно, или мы вообще выделили, что нужно объединять, вот. Плюс нужно ещё немножечко поработать на компьютере, там мы делаем тоже карты. Везде делаем одни карты, но окей, вот. И прикол в том, что я сделала там, по-моему, половину, то есть я сделала около четырёх карт, мне нужно их теперь совместить, и на данный момент всё. То есть дальше надо будет объяснить на следующей паре, я уже смогу взять ноутбук, потому что я установила приложение, еле-еле, ребята, это как-то випец. Если вы так же устанавливаете приложение, как я, просто у вас ни черта не получается, пишите в комментариях. У меня просто какие-то постоянные неудачи с этими приложениями, то есть я делаю всё, как мне говорят, или всё, как написано, у меня ничего не получается. В итоге я спросила у одногруппника, как это делать, ты можешь мне объяснить, показать на своём компе и сделать то же самое. Пару вопросов ему задала, потому что мне всего не получалось, вот, и в итоге, ура, у меня всё установлено, я счастлива, так что, блин, только так, только так и выживаем. Плюс нам скинули по практике там, даже что за, что за этот, солнце, вот, очень яркое. Нам скинули по практике варианты, куда можно пойти, но мы отправили в одну организацию у нас здесь в городе с подругой, вот, и если у подруги там работают знакомые, и, скорее всего, её возьмут, потому что она там уже была на практике, то со мной 50 на 50. Но нам скинули ещё одно интересное приложение, это тоже у нас в Перми, туда можно как бы пойти работать и плюс проходить практику. Вот, работать можно на полставке, по-моему, вот, плюс в последующем, когда мы закончим, если отлично всё будет получаться, то можно будет продолжить у них работать, у них очень интересно сам процесс работы, там, ну, ничего, такие зарплаты, всё окей, плюс ездить никуда не надо. Я вот думаю, но сложно туда попасть, просто ужас, потому что, господи, как, во, отлично поставила вас, вот, в чём сложность? Сложность заключается в том, что это моделирование, и там нужно много чего знать, нужно какое-то нестандартное мышление, и, вот, я, конечно, тот человек, который, да, мыслит нестандартно, но при этом нужно иметь множество знаний. Из-за этого возникают такие небольшие проблемы, потому что я не знаю, насколько много нужно всего знать, вот, и я думаю, что, может быть, прочитать пару книг, может быть, как-то попытаться разобраться в разработке месторождения, потом попытаться податься туда, плюс, я понимаю, что, если я начну работать, я буду, чего мне не хватает, и конкретно уже что-то, может быть, читать по этому поводу, вот. Что за солнечный день сегодня? Это что такое? Реально, такого солнечного дня, как сегодня, не было, ну, уже прям сильно давно. Просто посмотрите, как освещена комната, хотя у меня вообще не солнечная сторона. Так круто! Так что всё, я сейчас буду переодеваться и пойду доставать вот эту вот дорожку. Она, наверное, уже запылилась. Единственный плюс, что вчера я мыла полы, поэтому должно быть не очень много волос, потому что вот эти вот, вот эти вот дорогие мои и любимые очень много оставляют своих волос. Надеюсь, что приложения, которые я скачала, мне поможут, и я не буду задыхаться. Там, по-моему, пять минут бежишь, нет, пять минут идёшь, минуты бежишь, и это какой-то начальный этап, потом там вот это вот всё состоит из четырёх уровней, вроде как. Вот, и уровни меняются в зависимости от продолжительности тренировки. Посмотрим, посмотрим, к чему это приведёт. И, окей, попробуем. И, окей, попробуем.